Подопечные Тарханова начинают оправдывать ожидания с первых минут игры. Хоть аргентинец Павлович не из Подмосковья, забить он жаждет, оттого, наверное, и выкладывает в удар слишком много силы. Вектор Атак Сатурн направлен строго вперед. В важнейшей точке его прохождения Монтенегро и Быстров. Эти двое организовывают первый гол. Скидка Быстрова удобна для Широкова, который еще в прошлом году играл во втором дивизионе. Я же ЦСКА до этого гола. Потом я на некоторое время пропал. А так, почему нет, я же уже играл на этом уровне. Пропущенный гол на Аланью никак не влияет. Скорее, Сатурн, почувствовавший запах крови, действует еще яростнее. Только яростнее не значит эффективнее, а старание не значит успех. Пробей Монтенегро с холодной головой наверняка получилось бы лучше. А так, результатом является легкая заминка, в ходе которой Аланья чуть переводит дух и пытается отвести игру от своих ворот. Местами это получается, только угрожает ладикавказцы в основном издалека. С виду получается опасно, как на самом деле лучше спросить у Кински. Однако этот эпизод не тенденция. По сути дела, доминирует Сатурн. И будь поудастливее, Павлович, счет наверняка бы стал крупным. Игра Аланья безнадежна. Команда постепенно опускается в пробость, но болельщики даже не расстраиваются. Они просто наблюдают за происходящим. Болельщикам Аланья не позавидуешь. С такой игрой можно вылететь из премьер-лиги. Запросто можно. Ну вот сейчас идут разговоры, что финансирование слабое. Задержки идут по зарплатам у игроков. Но это на уровне слухов. Болельщики вообще смогут жить без команды в высшем дивизионе? Даже не представляю себе. Мы надеемся все-таки на то, что республиканские власти припримут какие-то шаги в сложившейся ситуации. Не оставят команду в таком состоянии. То, что Аланья находится внизу турнирной таблицы, это, я считаю, неправильно. Потому что команда имеет свое лицо и имеет хороших игроков. В команде Виттера Нопко футболисты, видимо, еще лучше. Особенно Быстров, делающий третью голевую передачу в матче. Невзучий Павлович все же забивает. 3-0 с учетом гола, забитого ЖДРом на исходе первой половины встречи. Но по-прежнему до равенства количества голевых моментов и голов в Сатурну далеко. Очередной шанс отличиться упускает Харитонов. Его удар парашютом эффектен, но не точен. После этого атакует в основном Аланья. Одна из таких атак завершается угловым, а затем и голым Гогниева, чей пример лишний раз подтверждает. Забивать можно в любой команде. Главное – уметь.